Семьдесят пятый год начинался удачно. Александр Белявский снимался у Рязанова в иронии судьбы. Скажи тост. Ты из нас самый красноречивый. Ты из нас самый недалекий. Спасибо большое. Снимались весело в компании друзей, подменив воду в бутылках настоящей водкой. Поехали, поехали. Не поехали, а полетели. Присягнулись простынями. От винта. Впереди была командировка в Дагестан. Главная роль землетрясения, горячие споры о том, как строить газ. Фильм назывался «Когда дрожит земля». Земля действительно задрожала и ушла из-под ног. Если бы только знать, что его ждет. Если бы он мог убежать, спрятаться, спасти свою жизнь. Не дать порваться тонкой материи счастья. Бежать. Это он умел. Соберется, рванет и исчезнет. У него всегда получалось. Но не в этот раз. 20 июля 1975 года жена актера Белявского Валентина уехала на работу, оставив двухлетнего сыну Борю с нянькой на даче под Нарофоменском. Это был последний день перед отпуском. Ждали только хорошего. Чем была занята нянька, неизвестно. Но малыш с другом чуть постарше убежал на речку. Через несколько часов Валентине позвонили. «Приезжайте, с вашим сыном что-то случилось». Она была за рулем, поэтому добралась домой первая. И первая в морг. Опознавать своего единственного ребенка. Боря поскользнулся в лужи на берегу реки и утонул в грязи. На похоронах Белявский лег на землю и плакал. Его прекрасная, наполненная жизнь превратилась в ад. Самые крепкие пары, потеряв ребенка, разводятся. Александр Белявский из дома не ушел. Но с этого дня не знал покоя. Мне страшно. Я знаю только то, что это всегда было его открытой раной. Всегда. Вот стоило туда нажать и все. Сын два года, я помню, какой это удар был. Ой. Это с ума сойти. Как это ломает. Это его ломало. Ломало. Этого ребенка ждали 18 лет. Когда чудо произошло, родился мальчик, назвали Борисом. В честь деда. Потом Белявский считал это роковой ошибкой. Он переживал. Они же Боречку назвали в честь дедушки, когда дедушка еще был жив. И когда у меня родился первый сын, тогда он сказал категорически не называть его Сашей. Он тогда сказал прям категорически нет. Пока Боря был с ним, в жизни было много чего другого. Работа, слава, жена, другие женщины, друзья. Когда Боря не стало, все потеряло ценность. Все! К черту! Семь раз в неделю он ездил на кладбище. Боялся спать. Каждую ночь видел Борю во сне. Не мог и не хотел работать. По вечерам открывал бутылку, пил и плакал. Говорил, пил и плакал. Выпивать стал. Ну вот в том смысле вот такое, как сказать, глушить себя. До определенного времени вообще он, как сказать, не баловался. Ну, конечно, это повлияло на него. Это было довольно, честно сказать, жестко. Это его трагедия. И он имеет право это делать так. Поэтому как мы можем его осуждать? Какое мы имеем право его осуждать? Это судьба. Судьба трагического человека. И дальнейшая его судьба это подтвердила. Водка – это был его побег. От треклятой жизни, от невыносимой тоски. Валентине бежать было некуда. Она терпела, утешала, держала за руку. Ведь это только у него сын лежал в могиле. Ведь только его сердце истекало кровью. Она, да, была сильнее. Пока однажды терпение не кончилось, и она не подвела его к открытому окну. Мама сказала, сколько можно уже страдать, давай уже возьмемся за руки и выйдем в окно. Если нет смысла и нет сил жить дальше. А если мы можем как бы с этим справиться, то нужно найти в себе силы преодолеть и идти дальше. Белевский вдруг резко протрезвел. Как будто путь к полному избавлению от боли, к последнему и окончательному бегству дал ему сил. Как будто он нашел выход и оставил его прозапас. С этого дня никто от него жалоб не слышал. Нужно было возвращаться к работе, к жизни. Он привык пахать, брался за все, что предлагали. Сниматься начал еще студентом первого курса. Здравствуйте, Владимир Леонидович. А, так вот он каков, наш герой. Первокурснику, правда, уже 25. У него диплом и опыт работы геологом. Он два года как женат на Валентине. Она была видная, она была спортсменка, была капитаном волейбольной команды. И очень многие ухаживали в институте. Он тоже был очень видный. Хотя она говорила как-то, что она в него влюбилась, даже несмотря на юношеские прыщи и горнолыжный костюм, какой-то там лыжный костюм на нем был одет. Вы же знаете, что если я когда-нибудь буду женат, то только на вас. После института молодоженов отправили в Иркутск. А там, в Иркутске, его настигла судьба. В драмкружке под угрозой срыва оказалась премьера «Горе от ума». Молчали, но отправили в командировку. Белявский выручил коллег, вышел на сцену. И сразу понял, что впереди резкий поворот судьбы. А скорее побег. Из Иркутска, из геологии, из казавшейся такой определившейся жизни. Белявские вернулись в Москву, и он с первой попытки поступил в Щукинское училище. И сразу кино. Фильм, конечно, в историю не войдет, но главная роль для студента – большая удача. Ему очень идет форма. Любая. И плащ, и шпага, и лосины. Понимаете, у вас мундиры шпаги, а я говорю про главный. Он был мужчина. Истинный во всех своих, так сказать, зачатках, задатках и своих проявлениях. Это то, о чем я говорю впервые, как женская половина народонаселения этого мира. Он был мужчина изначально. И еще ему идет это ощущение молодости, красоты, здоровья. Ему идет его большое будущее. Время главных ролей. Человек с двойным дном. Кто это? Да так, жалкая личность. На первый взгляд бабник и предатель Родины. А если копнуть, советский разведчик и диверсант. Увидев этот фильм, родственники разведчика Николая Кузнецова писали письма, чтобы его играл только артист Белявский. Ты идиот, мне говорят. Ты просто идиот. Мне надо было выбрать, такой был момент в жизни, когда я еще выбирал, между двумя фильмами. И там, и там я был утвержден на главную роль. Это фильм «Сильный духом», роль разведчика Кузнецова. Или играть главную роль Марлена Хуциева в фильме «Юрский дождь». Я говорю, я хочу Хуциева. Ну, ты понимаешь, что это будет вот так? Ну, поругают в лучшем случае. А могут вообще не заметить. А, Кузнецова, это заказная картина, это по заказу ЦК Комсомола. Это ты сразу получаешь звание, тебе увеличивают ставку. Тебе квартиры нет? У меня не было тогда квартиры. Тебе квартиру дадут? Я выбрал Хуциева. Ну, вот правильно я поступил или неправильно? Проката у «Июльского дождя» почти не было. Оттепель заканчивалась, и с ней вместе такое кино. Все это мутля. Не чертая, не веря в себя. Надо выкарабкиваться. Надо обретать независимость. Что-то с этим героем не так. Слишком красивый. Слишком яркие глаза. Слишком широкая улыбка. А вот наш друг Володя. Он выполнен из современных материалов. Он антимагнитен, морозоустойчив, водонепроницаем, антикоррозин. Это тугоплавкий металл. Его можно запустить в космос. И он не сгорит в плотных слоях атмосферы. Вместо отрицательного персонажа советского кино – сложный, интересный, непонятный человек со своей правдой. Когда июльский дождь пролился на экраны нашей Родины, такого актера не было. Были соцгерои, они были все правильные, с пламенным взором, как у Олега Кашевого. Но они были неинтересны. А этот был другой. Какой ты? Добрый, злой. Он был западный герой. Он был герой. Красивый и сложный. И он пытался быть таким, но время. Время было чуть другое. В фильме «Иду на грозу» Белявский хотел сыграть Тулина. Умного, ловкого, изворотливого. Но его обошел Василий Лановой, тоже бежавший от алых парусов, от павки Корчагина. Поэтому Белявский стал Сергеем Крыловым. Настоящим героем своего времени. Может, это к лучшему. На завод пойду. Здравствуйте. А институт? Заочный поступлю. Вместе в науку собирались. Пойдем. А ты что думаешь, я брошу? Да ни за что. Если бы он знал тогда, что время главных ролей и положительных героев в его жизни быстро закончится, может, не так бы хотелось сбежать от рыцаря науки, от героического разведчика, от морячка. Григорий Чухрай предложил сыграть Алешу в балладе о солдате. Белявский прочитал сценарий и сказал режиссеру. Ну, что тут интересного? Все он едет и едет. Ни сюжета, ничего. Ему в руки шла слава. А он позволял себе надменно отворачиваться и думал, что строит свою судьбу. В театре сатиры у него главные роли целых три. Плучик ценит его. У театра планы на молодого героя. Девушки стоят у проходной с букетами цветов. Но если он задумал побег, разве его остановишь? Вот тут я на компромисс не пошел. Когда вся страна бурлит политическими событиями, а Плучик репетирует женский монастырь. Прямо в антракте. Это уже спектакль, в котором я играл главную роль. Я написал, прошу меня уволить по собственному желанию. Я люблю театр. Я хочу петь. Впрочем, если вы мне не доверяете, тогда, конечно, воле вашей я страдать привык. Идите, Кулагин. Ушел в никуда. Говорят, у него не было звездной болезни. Что тогда? Независимость, обостренное самоуважение? Что-то же заставило его думать, что можно себе позволить уйти из хорошего театра, от главных ролей? Характер? Характер у Саши был сложный. Он был резкий. Резкий. Он в творческой жизни часто совершал резкие повороты. Вот он хотел везде принимать участие, много что контролировать. Любил быть чуть больше, чем артистом. Он хотел быть где-то чуть-чуть режиссером, где-то быть еще чуть-чуть оператором. Очень был импульсивный. Импульсивный. Будем стоять насмерть, как на баррикадах. Я правильно говорю? Абсолютно. Поступки иногда были такие, которые меня как-то настораживали. Он не тащил свою судьбу за собой. Он ее не тащил. Он поддавался вот этим вот эмоциям. Вот что-то происходит, и это его ломает. Через много лет, вспоминая уход из театра, он ругал свой максимализм. Но что тут поделаешь? Так уж он был устроен. Театр Плучика того поколения, он, конечно, был очень хорош. И, конечно, Саша мог бы там работать. Ну, что... А профессия такова, что надо терпеть. Профессия актера, она изначально с протянутой рукой. Дайте, дайте роль. Как раз вот это ему очень не нравилось. Его характер, он ему не помогал. И в театр Станиславского пришел. Тоже три года. Конечно, ему хотелось кино, ему хотелось популярности, но это вообще понятно. Слишком сложно вписаться в театральную иерархию. Слишком много работы в кино. Вот только ничего выдающегося. С теми данными, которые у него были, он мог стать звездой. Ему не хватило полета, таланта, может быть, фантазии, упорства. Звездной могла бы стать роль в сериале Леонида Квенихидзе «Крах инженера Гарина». Но ни Белявский, ни Олег Борисов фильм не спасли. Сценарист с режиссером переписали Толстого. Получилось скучно и нелепо. Герой Белявского шельга им вообще мешал настолько, что его на две серии из четырех уложили в больницу. Критики назвали фильм «Крахом режиссера Квенихидзе». Ну, ее сильно искорежили, конечно. Очень сильно искорежили. Ну, повесть эта ведь, конечно. Гиперболоид инженера Гарина Толстого. Ну, очень как-то уж чересчур. Мне кажется, что первоисточник был красивший, как говорится. И Шельгат был другой написан. Ну, вот от меня требовали такого. Его же не там чекистом даже сделал автор. Ладно, Господь. В 70-м Гайдай начал снимать его в фильме «Двенадцать стульев». Вот она, роль его жизни. Прошло три съемочных дня, а пробы все еще не утвердили. Белявский, не выдержав напряжения, поехал в Госкино разбираться. Ну, ладно, ну, почему не хотите пробу посмотреть? Я уже понял, что они меня не хотят, а меня не утвердят ни в коем случае. Ну, почему пробу-то не посмотреть? Гайдаю сказали, Белявский не подходит. Все. И дальше Гайдай пошел без него. Командовать парадом буду я. Белявский не простил. Когда потребовалось озвучить Гомиашвили, не согласился. Дай, 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 копею! Дай, дай, копею, я тебе говорю! Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат? Да, Юра Саранцева озвучил. Вообще, актер – это такое кладбище несыгранных ролей. Ну, что там вы говорите, Остап Бендер, и вдруг так сорвалось. Но это всегда травмирует в профессии, понимаете? Еще бы! Ему 38, в конце концов. Он поздно начал. Ему надо успеть найти свою большую роль. Зато женился рано. И тут тоже вовсю наверстывает упущенное. Высок, встроен, в широк плечах. Волосы прямые, зачусанные назад. Глаза серые. Лицо такое слегка вытянутое. Губы немножко тонкие, но они не портят его. Он необычен, понимаете? Я имею в виду не внешность. Хотя он красивый парень. Я о другом. Он способен на поступок. Он дерзок, он смел, он силен. Он снимался с первыми красавицами советского кино. У вас это получается. Актрису Татьяну Бестаеву привел в родительский дом. Своего еще не было. Познакомил с сестрой. Бестаеву и в голову не пришло, что он женат. А когда узнала, выяснилось, что ради нее он не разведется. Да разве только актрисы. Поклонницы осаждали его, и то, что существует жена, ни их, ни Белявского не останавливало. Я иногда с подругами своими обсуждала. Говорят, если папе там выстроится ряд, вот он захочет блондинка, выстроится блондинке. Захочет там, извините, с третьим размером, выстроится с третьим. Захочет, чтобы умели готовить, и вот любые. Жена знала, что он ей неверен. А когда появилась квартира, Валентине случалось придя не вовремя застать дома другую женщину. А вам не кажется, что ругать меня может стать у вас дурной привычкой? Да, в таких ситуациях он возвращался к маме и просил прощения. Прощала. А всю жизнь его прощала. Что так поздно? Ты что, опять не хочешь со мной разговаривать? Я хочу тебе все объяснить. Не надо. Я все знаю. Пришлось терпеть не только его любовниц, но и внебрачных детей. Знала, да. Действительно так было. Она знала, но там же трагедия. Мама из-за раннего аборта не могла иметь детей. То есть они пытались, и не получалось. А, видимо, ему так хотелось, что вот про одну из сестер мама как-то вот мне действительно рассказывала. То ли это как вот от горечи, от обиды, что вот он, смотри, какой был, что вот у него там, ну, была дочь. Ну, а со второй он познакомил меня сам лично уже, это в институте было. Он сам мне рассказал, что вот есть, она также учится во ВГИКе. Валентина знала. Откроешь этот ящик, и уже не закрыть. А так, он ее муж, он с ней. Что бы там ни было, разводиться Белявский не собирался. Сам вырос в крепкой, дружной русско-еврейской семье. Главой в ней был отец, Борис Моисеевич. Он был диспетчер на заводе Лихачева. Вот, и поэтому папа всегда, даже в футболе болел за торпедо. Бабушка моя, она шила шапки меховые. Вот, она не работала официально, шила шапки. Очень дружная семья. Вот, и с сестрой, и с младшим братом. И когда у меня мама вообще попала в эту семью, она сразу прям влилась, как в родную, ну, влюбилась именно в отношения семейные, в дружеские, веселые, где там люди смеются, праздники вместе отмечают. Валентина не хотела это терять. Если нужно потерпеть, она потерпит. Ведь ее муж, где такого найдешь? Самый талантливый, самый красивый. На взгляд наших режиссеров, в нем было что-то иностранное. Лос-Анджелес, Калифорния, Украинские страны Америка. Значит, вы американец? Да, да. Окей. Я говорю, Саша, ты вообще полик? Он сказал, ну, наверное, бабочки, матки-боски, и порхали над моими родителями. Наверное, это полик. А вот полякам казалось, что он такой типичный русский, типичный офицер, то ли летчик, то ли танкист. На первой же съемке попросил, говорите со мной только по-польски. Быстро выучил язык. И, может, заодно это тут же стал заслуженным артистом Польши. До заслуженного артиста РСФСР оставалось еще 24 года. Мне понравилась работа с ними. Легкие очень манеры вот этого польского общения, работы, бесхамства. Там ведь даже если ругаются, то ругаются на вы. Внимательнейшее отношение к актеру, которого у нас не было никогда. Уважение. Это было ценно для него. Ценнее, чем деньги. В нем была такая, вы знаете, не то, что неприступность, а, как сказать, ну, как вот говорят про таких людей, к нему на хромой казе не подъедешь. Санечка, Сашенька, Сашуя. Ему очень нравилось, когда к нему относились по-человечески. Ну, как по-дамски, по-дамски, по-бабски. Польских фильмов будет много. Подтянутся чехи и немцы. Русский артист на экспорт в страны соцлагеря. Михаил Держамин утверждал, что это Белявский привез из Польши идею кабачка 13 стульев. Во всяком случае, первым ведущим программы был именно он. Но недолго. Добрый вечер. Для меня, естественно, дошли слухи о чрезвычайном положении в кабачке. Я, конечно, не мог не поспешить на помощь к своим старым добрым друзьям. Тем более, что ведь я больше всех в этом и виноват. Ведь это я, как вы помните, надеюсь, впервые семь лет тому назад пригласил вас заглянуть в кабачок 13 стульев. Он ушел сам, но, как обычно, я думаю, что вот по тем же причинам, почему он и с театра ушел, вот захотелось, наверное, чего-то еще. Он же геолого-разведочный, как разведка. Может быть, тоже. Здесь все уже разведал, пошел разведывать дальше. Он считал, зачем все это. Отвлекает от кино. Там работы хватает, но маленькие роли. Бесконечные детективы. Для нас объект в поле нашего зрения. Очень возбужден. Садится в машину. В таком состоянии за рулем очень опасен. Выводите за пределы города, будем брать. Как поняли. Прием. Сильный и опасный. Кем еще может быть такой человек в советском кино? Только преступникам. Его фактура, сила, порода нужны только в этом обличии. Так, так, нам здесь кто нужен? Немец? СССР или белогвардеец? Ага, так, ну, зовите Клюева. Вот как это в то строилось, в то славное советское время. И ты к этому просто привыкаешь. Дело все в том, что я достаточно умный человек. И я понимаю, что всегда ирония, ирония, она всегда поможет. Вот. Хитрый глаз поможет. Саша чуть-чуть этого не понимал. Эвакуация началась. Так что же вы стоите? Действуйте! Да, сэр. Свидетеля ликвидировать. Гостиницу? Ну, сожгите, что ли. По своей природе Саша был, конечно, простоват. Он был простоват, иногда даже грубоват, иногда даже хамоват. И такое с ним бывало. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не плачь, девчонка, пройдут даже дни. Солода свернется. И снова Анискин вышел в 78-м. Обычная работа ради денег. Деньги нужны. За три года его жизнь несколько раз переменилась. После смерти сына Белявские взяли мальчика из детского дома. Он так решил. Мама настолько его любила, что соглашалась с его решением. Я думаю, что если бы она на тот момент не согласилась с его идеей, на их брак бы и распался. Потому что должно было быть у них что-то, что бы их объединяло. Худенький, отстававший в развитии мальчик. Подкидыш. Увидели его и поняли. Этот наш. Атмосфера в доме сразу изменилась. Стало легче. Белявский называл Андрюшу «мой костыль». Валентина уволилась с работы. Возилась с ребенком с утра до ночи. Больше никаких нянек. Никогда. И тут поняла, что беременна. В 76-м родилась девочка, которую назвали Надеждой. Теперь им было ради чего жить. Белявский получил шесть соток в деревне Ершова и дорвался до дела, которое для него оказалось действительно интересным. Он принялся копать, ставить забор, что-то строить, красить, пилить. Вкалывал так, что соседи кричали «трактор, отдохни». И он там ходил, собирал мухоморы. Мне кажется, их можно есть, но так их надо как-то обрабатывать, вываривать и так далее. Мы сидели с ним, выпивали у него в квартире. И он говорит, ну, закуси какие-то грибочки, грибочки. Я вот подхватил, он говорит, а знаешь, что это такое? Я говорю, что мухоморы. Я говорю, Саша, ну за что, что меня так? Ты же меня травить хочешь. Мне нормально, нормально, я знаю. И действительно нормально, все прошло хорошо. Он был на даче, когда пришла телеграмма с одесской студии. Снимаем детектив, выезжайте на пробы. Особо не обрадовался. Детективы по-разному надоели. Никто не предполагал такого успеха. Я даже предчувствовать этого не мог. Я относился как к проходной роли, в проходной картине. Правда, состав участников несколько, так сказать, вызывал некоторое уважение, так сказать. Имя Говорухина тогда не звучало. У Станислава Говорухина уже был Фокс, Борис Химичев. Стали снимать. Играет прекрасно, но человек не из того времени. Высоцкий предложил Белявского. Вы, Александр Валерьевич, я надеюсь, интеллигентный человек? Почему же вы до сих пор не нашли времени объяснить своему дружку, что такое элементарный такт? Говорухин угадал точно, вот Сашку как-то, он, притом, можно же было бы взять, ну, грубо говоря, бандита с ошрамом, с кривой рожей, как у нас обычно делали. Он взял Сашу, понимаешь, который, ну, так, обратный ход совсем. Он соответствовал тому уникальному, женскому мечтанию и мечтам после войны. Как? Кто? Где? Когда? В одиночестве прикроет меня. Кто? Где? Когда обнимет меня. И я ощущать буду себя женщиной и не одинокой. Это время, когда война убрала очень многих мужчин, а женщины остались одинокими. И мы жил тот удивительный красавец, соблазнительный, удивительно обаятельный Санксинь. Что тогда не разрешали говорить, а потому что сексуально. А в нем это было, так сказать, мужская харизма просто вибрировала всегда. Белявский внешне был правильный Фокс, а вот внутри поселилась паника. Не знал, что играть. И тогда Высоцкий его выручил. Сказал, ты играй не бандита, а человека, который очень себя уважает. И все. Ключ был у Белявского в руках. Фокс ожил. Здесь же на съемочной площадке крутился счастливый Андрюша. Белявский брал сына на съемки, чтобы жена с маленькой Надей на руках могла хоть немного вздохнуть. Это было хорошее время. Все, казалось, получили, что хотели. Все счастливы. Фокс прирос к нему намертво и стал поводом для жалоб. Фокс сломал мою карьеру. У меня теперь совсем нет положительных ролей. Бывает роль страшнее маски. Не снимешь. Вот в чем парадокс. Когда ты был артист Белявский, теперь он уголовник Фокса. Не верьте. Ой, не верьте. Он любил эту роль. И эта роль принесла ему действительно успех очень большой. Я повторяю, когда мы с ним сидели вдвоем, выпивали и обсуждали эту тему. И он говорит, у меня никогда не было такого успеха в жизни, как после Фокса. Проблема была не в том, что после Фокса все видели в нем Фокса, а в том, что пришлось возвращаться из высшей лиги к обычному ремеслу с редкими вкраплениями чего-то стоящего. Господа, одним словом, я надеюсь, вы понимаете те чувства, которые переполняют меня. Поэтому от имени всех – ура! Ура! В 50 лет он вдруг разводится с женой. Вроде бы для того, чтобы купить в своем же доме еще одну квартиру. Он там был председателем кооператива, этого Большого Тишинского. Этот кооператив назывался «Молодой кинематографист». Хотя там молодых кинематографистов не так уж много было. Там жил Ильдар Саныч Рязанов какое-то время. Ну, там многие жили. Миша, Кононов. Валентина препятствий не чинит, хотя понимает, что происходит. Белявский переселяется в однокомнатную. Сначала один, если не считать сменяющих друг друга женщин. Ну, когда мама туда приходила, она видела, что там была еще чья-то женская рука. Вот. Он мне рассказывал, он говорит, там смотрит, а я, говорит, его носки по-другому складываю. Ну, то есть, вот так. Потом туда переезжает Людмила Буркова. Они близко знакомы уже 13 лет, с 70-го года, когда красивый мужчина в дождь нырнул под зонтик студентки Московского института. Он знал, что она учится в каком-то мединституте, не знал в каком. И он по мединститутам ее искал. Людмила моложе на 18 лет. Каково на это смотреть Валентине, которая с детьми живет в том же доме. Но вот детей как раз Белявский не бросил. Уже когда была у него вторая семья, он всегда сначала приходил к нам, перед тем, как идти домой после работы, и помогал деньгами. Он же все это на себе тащил. Высокие, невысокие отношения. Но он нес на себе вот эту ответственность. И не всякий человек на это пойдет. А он это, как сказать, тащил. Я знаю, что его жена вот мило была, очень этим недовольна. Она на это жаловалась постоянно. Вообще это, так сказать, поступок достойный мужчина, наверное. Странное дело. Совершив побег из прежней жизни, он хотел сохранить всех своих в новой. Ну, для него было очень важно, всегда было важно быть рядом с семьей. И с мамой, и со мной. Может быть, уже после перенесенной, пережитой трагедии, которая случилась, он не хотел отдаляться. И квартира была рядом с нами, и дачу он взял. Ему Ролан Быков помог. То есть, вообще, у нас забор один. Чтобы все были рядом. Неважно, нравится им это или нет. Им, конечно, не нравилось, но какой у них был выбор? Тяжело было. Тяжело было. Очень было тяжело. Валентина перечить не привыкла. Людмила все еще не жена. И ждать ей придется долго. Ну, нонсенс, конечно, вот так жить. Но он жил. Может быть, ему нравилась семья, которой он всегда мечтал. Он хотел большую дружную семью. Может, чтобы вокруг него мелькали дети, женщины. И все они ухаживали за ним. Он мог быть на самом деле трогательным и беззащитным человеком. Мог он быть таким. Может быть, и был. А это все была маска остальная. И прежние страхи не отпускают его. От меня скрывали долго про трагедию с Боречкой. Я догадывалась только, потому что я находила какие-то фотографии дома. Спрашивала, что за ребенок, но мне не отвечали. Я помню, мы пошли с друзьями на озеро. И уже возвращаемся. А он сидит по дороге. Вот он, видимо, бежал ко мне. Он сидит на дороге, там, на пеньке и плачет. Я говорю, пап, ты чего? Он говорит, я переживала за тебя. И вот он хотел туда идти ко мне. То есть очень переживал. Я люблю тебя, как всякий нормальный человек, нормальный отец любит своего ребенка. И даже, наверное, немножечко больше, из-за жуткой трагедии в моей жизни. Я знаю, что и возраст, и то, что рядом только мама, и то, что у меня другая семья, не помогают тебе в жизни. И свою невольную вину перед тобой я признаю. Надеюсь, что пройдут годы, и ты поймешь меня и простишь. Ради них всех, жен, детей. Он много работает. Возраст берет свое. Кроме преступников, у него теперь еще одна группа героев. Начальники. И даже у Рязанова для него все та же роль. Спасибо. Милые женщины, мы бы с удовольствием накормили вас без талонов, но без талонов нельзя. Да. Вы обратитесь в райсобес. Там обстоят ваши материальные положения, жилищные условия, наличие родственников. Анализ крови. Нет, анализ крови не обязателен. В его жизнь вдруг возвращается Гайдай. После всех обид Белевский снимается в операции-кооперация. Майор Кронин. Очень приятно. Пузырев Дмитрий Георгиевич. Перестроечная комедия. Растерянный Гайдай, старающийся догнать время, которое больше не понимал. Зачем это нужно Белевскому? Доброе утро, Казимир Афанасьевич. Доказать. Спасибо. Доказать, что я могу эпизод сыграть. Это значит, между ними какой-то конфликт был. Поэтому он доказал ему. Эпизод, пожалуйста. Чтобы мне не говорили о том, что я что-то хочу от этой роли. Пожалуйста, эпизод, пожалуйста. В 1989 году пьяный сосед по даче сообщил Андрею, что он Белявским неродной. Хуже момента придумать было нельзя. Мальчику 15 лет, переходный возраст. Ему сразу сносит голову. Андрей перестает учиться. Сутками не показывается дома, игнорирует мать и даже отказывается называть ее мамой. Белявский старается спасти свою семью. Как умеет. К Андрюшиному 18-летию он покупает ему комнату в коммуналке. Не хочешь жить с матерью? Живи отдельно. Старается пристроить на работу, то там, то здесь. Но Андрей нигде не сумел задержаться надолго. Зато женился в 20 лет. А через 5 месяцев погиб. Выпал из окна. Говорят, пытался измерить фрамугу, чтобы заказать новое стекло. Отец просил, дождись меня, вместе сделаем. Андрей не хотел ждать, полез и... Это одна из версий. Были и другие, что выпрыгнул сам, что замешаны наркотики. Перед тем, как взять ребенка из детдома, Белявские думали об открытом окне, как о спасении. Андрей, их спаситель, вышел в окно вместо них. И теперь они снова хоронили сына. Во второй раз. Только после похорон не могли разделить свое горе друг с другом. Каждый понес его в свой дом. Ну это же ужас. Ужас. Это же накладывает страшный отпечаток. Душевные раны еще какие. И при этом он сохранял вот такой благополучный вид. А что внутри творилось, мы же не знаем. Я считаю, что Александр был трагической фигурой. Его судьба и его жизнь, она очень зло. И очень беспощадно поступала с ним. Белявский попал в больницу с сердечным приступом. С трудом выходил из гнетущей тоски. Этот год в его фильмографии пустой. А ведь до этого работал без продыху. 90-е годы. Тяжелое время для кино. Нужно быть Светланой Дружининой, чтобы в 95-м начать снимать сложнейший исторический проект. Белявского она выбрала не только за таланта, еще потому что знала. Он не подведет. Надо нашу Катеньку с царем свести. С царем. И побыстрее. Он был одним из тех, на кого можно было положиться. Он был мужчина. И я помню, когда мы работали в Кусково. Это было 9 мая. И я пришла в ужас от того, что все разбрелись по кусточкам. И все потихонечку там притихли. И каждый не вытаскивал какой-то самогон или еще что-то. А снимать надо было. И вот нужно было видеть мое отчаяние, когда я вытаскивал всех из кустов. И, пожалуй, единственный Саша Белявский сказал, ну ладно, ребята, хватит. Есть работа, а в общем, есть женщина, которая работу делает. Ну-ка, быстренько. И он взял одного актера за шкирку, второго актера за шкирку. А дальше произошло то, что решило этот фрагмент. Потому что он их вот так хлопнул между собой головами. Я сказал, вот так должны драться за трон русские, так сказать, наши князья и придворные. Иван! Ты куда? Петр Никтоевич! Все, делай, спортсмен. Конюша! Фильмы Горя Гостева «Серые волки» помнят до сих пор. Хотя редко какое кино ругали так яростно. Может быть, потому что право обругать было еще в новинку. И фильм называли клюквой на экспорт. И Белявского обвиняли в том, что его Брежнев карикатурный и примитивный. Перебарщили немножко. Я не могу говорить, что он там плохо или хорошо сыграл. Но он немножко, так сказать, это сделал на уровне такой карикатуры, что ли, анекдотов про Брежнева, которые мы все тогда знали, рассказывали. А вот зрителям Брежнев Белявского нравился. И речь его, и брови, и ухватки знакомые. Такой Леонид Ильич Фокс. О, какая рыжая! Ну что, рыжая? Все, ничего, Леонид Ильич. У меня на Малой земле была одна такая рыжая. Боевой товарищ. Его умение говорить чужими голосами отточено десятилетиями дубляжа. Были два человека. Белянский Саша и Юрочка Саранцев. Они были снайперами. А что значит снайперы? Иногда приходили чуть-чуть, так сказать, после большого снотворного. А дальше они соревновались. Кто проиграет? Они стояли спиной к экрану, слушая диалог друг друга. И вовремя поворачиваясь и попадая. А потом опять заворачиваясь. И это было потрясающе. Это почти как шахматы. Я не знаю, как рапиры. Это было невероятно. Вот мы выживали дубляжом. Но он вообще ас был этого дела. Какие бы ни были времена, Белявский не мог себе позволить сидеть без денег. Он мужчина. У него есть обязательства. Он был ориентирован на это. Он зарабатывал. И он обеспечивал ту семью, и эту семью. И это были еще, не забывайте, это были 90-е годы достаточно тяжелые. Подранок. Уходит кабан. Надо его корточком запороть. Как только кино выползло из черной дыры, Белявский блеснул в одном из самых заметных проектов своего времени. В ДМБ. Оказалось, что он в замечательной форме. Мощной, интересной, полной энергии. Ты здесь прекращай всякие испытания. Свиненок твой мутантом оказался. Глаз мне подбил. И кортик отобрал. А дальше он попал в культовый сериал начала века. В бригаду. Снова начальник и бандит, но теперь в одном флаконе. Оглушительный успех фильма его удивил и напугал. Бандитская романтика нового времени легко впитывалась в растерянные души. Не жалеете, что снялись в бригаде, спрашивали журналисты. А чего жалеть? Работать надо. Отвечал он. Почти каждый, кто с ним сталкивался, замечал, как он измотан. Ни отпусков, ни выходных. Ну, измотан был, но он работал как, я не знаю, лошадь. Нас уже не хватает в шеренгах по восемь. И героям наскучил солдатский жаргон. И кресты вышивает последняя осень По истертому золоту наших погон. Да, это был 2003 год, очень тяжелый. Там в этот год была предвыборная кампания губернатора Московской области. И он с концертами объездил всю Московскую область. Плюс антрепризы, да. В общем, тяжело. И даже его знаменитый оптимизм дал трещину. На людях, да, люди помогают. А так, в горьких раздумьях, это не очень. Никто не знает, что думают люди по ночам, когда они одни. В конце нашей общей работы выяснилось, что у него будет ребенок. Вот это действительно вызвало у всех очень разноречивое мнение. Потому что он был не молод, а время было тяжелое. И как? И что? Мне нужно отдать дождь на Белявскую. Он сказал, ну, значит, все это свыше. Значит, так должно. Значит, так надо. Пугало, конечно, очень пугало. Конечно, он переживал. Но он понимал, что это нужно Людмиле. Поэтому пошел на такой шаг. У 72-летнего актера и его 53-летней жены родилась дочь. Девочку назвали в его честь, Александрой. И когда он приехал в Киев сниматься в фильме в двух километрах от Нового года, был и счастлив, и горд. Такое позднее отцовство – еще одно подтверждение его мужской состоятельности. На съемочной площадке все были в него влюблены, включая режиссера. Оксана Байрак на ходу придумала ему коронный номер – танго. И когда Берявский услышал музыку и увидел, как заблестели глаза Николаевны, он, конечно, как мужчина ринулся к ней. И я кричу – снимаем, снимаем фартук. Но фартук не снимался. Александр Берявич его рвал на нервной почве и с сумасшедшим мемором сказал – какая сволочь эта завязала. Какая сволочь эта завязала. Веревочек фартука просто не хватало на то, чтобы завязать эту прекрасную талию. Но он так нервничал, что в зажиме он взял аду и оставил ей несколько синяков. Потому что он говорит – я не танцевал, черт возьми, несколько десятков лет. Голос в фильме уже не его, чужой. Я не предчувствовала беды, я честно могу сказать. Но почему-то сначала у Берявского были три съемочных дня, а потом был перерыв. И следующих два съемочных дня должны были быть через неделю. Но у нас заболела актриса, и я сказала – Александр Борисович, а ну-ка давайте-ка мы все снимем сейчас за столом, все ваши крупные планы. Александр Борисович улетел в Москву в прекрасном настроении, в такой приподнятом, знаете, настроении. А через два дня у него случился инсульт. Только сейчас не открывайте. Откройте, когда будете одни. Его уже озвучивал другой артист. И мы подбирали голос, максимально похожий на голос Александра Борисовича. Ну, конечно, те волшебные интонации, некоторые, мы, я думаю, потеряли. Но самое главное – лицо, крупные планы, улыбка Берявского, его абсолютно тонкое, грустное настроение, эти большие глаза и какой-то удивительной философии жизни – вот они сохранились. Ничего особенного не произошло. Он просто увидел в зеркале, что уголок рта опущен. Это был инсульт. Но он этого так и не понял, пока не упал. Мы говорим, в чем дело? Говорит, у Саши, как, как? Ну, я просто убежден, что инсульт так просто не случается. У Саши наступил трудный период, когда тебя не снимают, когда у тебя мало денег или денег просто нет. И он трагически переживал, этот самолюбивый человек трагически переживал свои неуспехи. Скорая приехала быстро. Жизнь ему спасли. Вместе с врачами его выхаживала дочь Надежда на восьмом месяце беременности. Дома ее ждал пятилетний сын, но деваться было некуда. Бывшая жена болела, нынешняя только что родила. Надежде все время хотелось плакать. Невозможно было видеть отца таким беспомощным и слабым. Он выполнял рекомендации врача. Он как маленький ребенок занимался с тетрадками, занимался с логопедом, пытался читать там стихи. То есть все заново-заново учился разговаривать. То, что не мог говорить, он рисовал. И пошел на поправку. До определенного предела. Плохо ходил, не имела рука, неважно писал. Но хуже всего было то, что говорил с огромным трудом. Для актера это конец. Но он еще надеялся и продолжал биться головой в стену, за которой скрылась его прежняя жизнь. Я позвонила домой, и жена сказала, ой, Святочка, спасибо большое за ваш звонок. Я его обязательно передам Саше. Но он категорически отказывается встречаться со своими соратниками, и особенно дамского пола. И вы знаете, я его понимаю. Это характер. Это нормальный мужской характер. Не ныть, быть достойным всегда и всюду. Его позвали друзья. Придумали роль почти без слов, чтобы он опять почувствовал себя частью своего мира. Передай ему, пожалуйста. Держи. В 2003-м вспомнили. Дали звание народного. Церемония выглядела странно и нелепо. В 2007-м случился второй инсульт, после которого все стало гораздо хуже. Человек, который жил с такой уверенностью, так оберегал свое достоинство, получил удар именно сюда, в больную точку. Достоинства больше не было. Он мог раздеть и выйти на улицу. Мне позвонила моя бывшая одноклассница. У нее окна выходят как раз на их двор. И говорят, что у тебя папа входит в одной рубашке по улице. Я тогда была на работе, я позвонила домой своим домашнему, они быстрее с одеждой побежали к нему. Вот, потом мы нашли Людмилу. Самолюбивый, волевой, не может говорить. Он понимает, что родные его не понимают. Это ужасно. И, конечно, это было больно, и боль была в его глазах. Он больше не принимал решений, не управлял своей жизнью, но долго не опускал рук, пытался вернуть хоть что-то от того человека, каким был когда-то. Ему хватало сил, пока была надежда. Александр Белявский боролся 9 лет. В 2012 ему резко стало хуже. Он совсем утратил речь, перестал писать, не мог провести линию. Однажды упал на колени на улице и не смог встать. Плакал от бессилия и унижения. Надежды не осталось. Он никогда не будет прежним человеком, мужчиной, великолепным Александром Белявским. Ему придется с этим смириться. Или нет? Но, вы знаете, это тайна. Это тайна. Вот эта закольцованность его судьбы, этот полет с пятого этажа, как человек с инсультом, с палочкой, как он мог добраться на пятый этаж, как он мог открыть окно, как он мог выпасть. Кричал ли он что-нибудь своей дочке и своей жене. Этого никто не знает. Но точка абсолютно трагическая. Вот трагическая история судьбы Александра Белявского. Все равно от судьбы не уйдешь. Два лестничных пролета от квартиры до пятого этажа. Подняться, открыть окно, посмотреть вниз на гуляющих во дворе жену и дочь. Оглянуться, вспомнить все, что было в его длинной жизни. Поставить точку. Не унывайте, ребят. А трудности они только укрепляют человеку. Унывайте. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...